На волне оппозиционной активности протесты таксистов по поводу «желтого закона» слегка поутихли, но актуальности своей не потеряли. В среду по всей России прошли акции в защиту внесения изменений в закон о такси. В Иванове акцию решено было не проводить. У нас ситуация пока не столь критична, да и чиновники легко идут на диалог с перевозчиками. Поэтому активисты профсоюза поддержали нижегородских коллег, у которых дела обстоят намного хуже. У нас организация уже довольно серьезная, она сплотилась, уже работает в полный рост. И мы приехали поддержать молодую организацию, то есть Нижегородского профсоюза, которые впервые проводят вот такое мероприятие. Все-таки митинг для них это серьезно. Потом я считаю, что лучше одну акцию где-то, может быть, на несколько регионов провести хорошую, да, чем в разных регионах маленькие какие-то малочисленные мероприятия. Девиз «Вместе мы с силой» ивановским перевозчикам известен, видимо, куда лучше, чем нижегородским. На митинг пришли всего порядка 30 человек. Хотя проблема с такси здесь намного острее, нежели в Иванове. Нам вменен один цвет, желтый цвет, то есть мы полностью поддерживаем федеральный формат акции против лимонной революции в такси. То есть это одно из наших основных требований. Вторым требованием нашим является то, чтобы действительно действующих участников рынка, который находится в данный момент вне закона, как бы поставили тоже в рамки закона. Так называемая желтуха в сфере такси пока обошла стороной Ивановскую область. Зато нижегородские таксисты совсем скоро столкнутся с ней. В их регионе принят закон, по которому с 2015 года легальные таксомоторы должны иметь единый желтый цвет. Это в Москве таксистам в знак протеста раздают лимоны. В периферии перевозчикам и без того живется не сладко. Кому как не ивановцам знать об этом. Поэтому на масштабную акцию в Нижний Новгород наши активисты профсоюза таксист приехали без фруктов. Зато с письмом президенту Российской Федерации. Под письмом уже более 200 подписей. В документе нет призывов к отмене желтого закона, потому что это уже невозможно. Зато возможно проработать его, согласовав с людьми, имеющими отношение к этой сфере. Основное требование, на самом деле, изложенное в обращении к президенту, это создание независимой площадки, именно независимой, подчеркиваю, это очень важно, площадки для диалога профессионального сообщества, не только профсоюзов, но и других общественных объединений, объединений работодателей, с властью имущими, так скажем, с депутатами Государственной Думы, представителями министерств, ведомств, для того, чтобы все-таки действительно выработать какую-то единую концепцию, которая позволит уже все-таки навести порядок в этой отрасли. И все же первый блин для нижегородцев не оказался комом. По крайней мере, перевозчиков, посетивших митинг, ввели в курс дела относительно ситуации в их сфере деятельности. А как известно, тот, кто предупрежден, вооружен.